Наш с вами уже так часто обговариваемый генерал СВР написал, что окружение Путина сужается, что он меньше кому доверяет, что все меньше он боится говорить. Насколько сузилось, как думаете, реальное окружение Путина близкое за год войны? Сколько человек может было в начале войны, которым он мог доверять и сколько сейчас? Ну, у него вообще было мало людей в последнее время, кому он доверял. Я думаю, что, строго говоря, он вообще сейчас не доверяет никому. Я даже не удивлюсь, если он самому себе не доверяет, потому что он, в общем, самоубийца, и он боится, что если он выскажет внутри себя мысли, то их прочитают американцы, потому что у них, может быть, есть какие-то ясновидящие, маги, шаманы, потому что он же сам к шаманам ходит. Что мешает американцев, таких же шаманов, мобилизовать для того, чтобы прочитать его бесценные мысли. По этому поводу Владимир Владимирович наверняка сидит в бункере, который из себя представляет эту самую комнату Парадея, физическую, куда не проходят никакие волны, откуда не выходят ни кереву. Плюс он, наверное, надевает себе шапочку из фольги, чтобы, не дай бог, не прочитали его мысли. Ну, это мы, конечно, ерничаем с вами, но на самом деле, я так думаю, что он недалеко ушел от этого дела. То есть он вообще отъехал в какой-то виртуальный мир, в свой собственный, он живет в каком-то абсолютно... Вот говорят, он компьютер, на компьютере не работает, и в интернет не ходит. Но он, тем не менее, создал для себя абсолютно виртуальный мир. То есть Путин стал таким аватаром, который куда-то ушел, я не знаю, далеко-далеко от реальной жизни. И ему приходится доверять только тем, от кого зависит обеспечение его повседневной жизни. То есть ему приходится доверять Дмитрию Кочневу, начальнику ФСО. Ему приходится доверять Алексею Бережному, руководителю президентской службы охраны. Ему приходится доверять своим охранникам, хотя он всем им не доверяет, но все равно вынужден доверять, потому что он же без них никуда не может выйти. Ему приходится доверять своему водителю, ему приходится доверять своему повару, своей уборщице, своим офицерам связи. Офицеру носит за ним чемоданчик Чигет с ядерными кодами. То есть в итоге, и плюс, конечно, ему приходится общаться с начальниками генштаба, с Шойгу, с руководителями спецслужб. Ну и говорят там небольшой круг олигархов, типа Медведчука, может быть, там Тимч, братьев Крючуков. То есть вот, ну там, может быть, РТН какой-нибудь. То есть вот те люди, кто являются его кошельками, то есть может быть даже его жена. Вот, то есть вот такой круг у него есть. Но он, безусловно, сужился. Вы заметили, кстати, что это сужение произошло накануне 24 февраля, потому что мы узнаем сейчас от большинства очень значимых людей, в том числе министр на социальных дел, например, Лавров, который говорит, что я вообще ничего не знал, это все Путин вообще сам один решил. Ну мы понимаем, что какой-нибудь там патрушев, безусловно, входит в этот русский круг. Вот, но это, ну грубо говоря, это не больше нести человек, то есть людей, с которыми он вообще так лично общается. Вообще, я не исключаю вариант, что лично он вообще ни с кем это больше не общается, кроме охранников, которые вокруг него, повара там и так далее. И то всю еду ему приносят охранники, то есть, может, у него там есть два-три человека абсолютно доверительные связи среди охраны, может, это лично ему рубежной носит, мы не знаем о чем дело, потому что про него, кстати, никакой информации нет. Мы знаем только, что он председатель Российской Федерации Бокса, да, и бывший охранник Путина, который занял место заместительного начальника ФСО, тире руководителя охраны президента Российской Федерации. А в остальном, со всеми он общается, в общем, по какой-то связи подальней, потому что он сидит в бункере, а у них у всех есть терминалы, и в этом смысле ему даже не надо физически видеть. Чем меньше он физически видит, тем лучше. А когда нужно появиться на людях, это, значит, двойники делают, потому что ясно совершенно, в последние 10 дней мы увидели, что в Лужниках это был явно двойник. То есть там, где Путин начинает целоваться со всеми, с кем ни попадя, сжать руки, кому ни попадя, попадя выходить под прицелы снайперов на стадионе, где собраны 75 тысяч человек, неизвестно откуда собранных. То есть это понятно. А Путин, вот тот кашляющий старикан, который вышел, зачитал большим трудом, не отрываясь от бумажки, обращение к Федеральному собранию, ведь тоже заметили, что его, это Федеральное собрание, от него отсадили на 30 метров. То есть там был огромный зал, кстати, поэтому это и сделали в гостином дворе, потому что если бы это было там в Кремлевском дворце съездов, то там есть первые ряды портера, а они гораздо ближе к сцене. Хотя там сцена огромная в Кремлевском дворце съездов. Но вот в гостином дворе это все можно было хорошо организовать, потому что там просто такая огромная территория, там большой-большой двор, и там можно было вместить как угодно эти стулья и как угодно трибуны. И вот там вот настоящий Путин, он от них стоял за 30 метров от всех этих проверенных людей, и наверняка там стояло по обе стороны, значит, друг в дружке направленные крупнокалиберные пулеметы, не дай бог, из этих 400 или 300 человек кто-нибудь там ринется к этому Путину, его душить и убивать. То есть, в принципе, конечно, ситуация у него сейчас очень стрёмная, он всех боится, и то, что он общается с этим мужским кругом, это не значит, что он им доверяет. Он не доверяет сейчас, я думаю, вообще никому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова